В этом году на дорогах Сарова произошло два ДТП по вине пьяных водителей. Погиб в такой аварии один человек, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Чтобы предотвратить новые трагедии, сотрудники ГИБДД периодически проводят в городе операции нетрезвый водитель и труба. Первую устраивают вечером или ночью в выходные и праздничные дни. Вторую проводят по утрам в будни. Максимальное количество транспорта останавливаем, проверяем документы, а также иные грубые нарушения, которые можно выявить, то есть не имеющие права управления, лишенные водительского удостоверения. Для большего охвата операцию проводили двумя группами по шесть человек. Автоинспекторы останавливали всех, кто проезжал по дороге на ТЭЦ и около 87-го здания. Именно там в утренние часы проходит максимальное количество машин. В среднем во время таких операций выявляют одного-двух пьяных водителей. Если водитель находится с признаками опьянения, не обязательно алкогольного, может быть, наркотическое опьянение. То есть водитель отстраняется от управления транспортным средством и ему предлагается пойти освидетельствовать на состояние сначала алкогольного опьянения, ну а дальше по итогам освидетельствования уже принимается решение соответствующего. Штраф за езду в нетрезвом виде составляет 30 тысяч рублей. Также водителю грозит лишение прав сроком до двух лет. Екатерина Пёнова, Артемий Глазков, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.